Музыка Летом непролазная тайга, мари и болота, а зимой важнейшие транспортные артерии для всей Якутии. Настоящая дорога жизни. Зимники порой единственные дороги, по которой можно доставить продовольствие и технические грузы. Их общая протяженность составляет более 7 тысяч километров. Понимая всю ответственность перед жителями региона, дорожники делают все возможное, чтобы с наступлением холодов как можно быстрее организовать условия для движения автотранспорта. Открытие зимников задача непростая. На своевременный ввод в эксплуатацию зимних трасс влияет много факторов. Но самый важный, конечно, погода. Мы провели аналитику и получили результат, что по истечению нескольких лет самая теплая была осень. То есть плюсовые температуры были даже на начало ноября. Но на всем протяжении автозимника шли дожди. Очень мало выпало снега. В этот период тоже и колейность забить очень тяжело, и работать с размывами тоже тяжело. То есть, ну, для переездов. То есть погодные условия влияют очень сильно на сроки открытия автозимников. И как раз сейчас вот столкнулись с той трудностью, когда срок открытия будет немножко сдвинут. То есть открытие будет чуть позже, чем планировали. Одно зимнее направление открыли почти в срок. Это стратегически важная для компании «Алроса» дорога на Накынское месторождение. Туда уже отправились первые автомобили с грузами. На Накыне мы тоже думали, что температурные режимы в этом году и северное направление не баловало. Я имею в виду отрицательное. То есть плюсовая была в ноябре. В начале ноября было плюс 3, плюс 4 в удачном. То есть это аномально тепло и неправильно для как раз вот зимней работы. Сейчас на данный момент у нас зимник на Накын пробит. Закончена работа. Грузоподъемность в видовой переправе 60 тонн. Он введен в эксплуатацию. Самую объективную оценку состоянию зимников дают, конечно, транспортники. Водители «Алмаз-Дор-Транс» и больше других подразделений ждут открытия зимних направлений. Накынское уже в работе. Зимник находится в удовлетворительном состоянии. Естественно, это автозимник. Ожидать от него, что он будет идеальный, конечно, не приходится. Колонна тяжелая и легкая спецтехники ему отпрошла, прочистил этот зимник. Первая машина «Алмаз-Дор-Транс» уже отправилась в настоящее время, уже находится там на разгрузке. Номенклатура перевозимых грузов практически не изменилась. Все как обычно, только объемы выросли на 18 тысяч тонн по сравнению с прошлым годом. Стало больше темных нефтепродуктов. Чтобы успеть выполнить план по их перевозкам, в Ленском автотранспортном предприятии провели большую подготовительную работу, модернизировали 40 емкостей. Чтобы обезопасить процесс, их сначала очистили от остатков топлива и только потом отправили в цех. С увеличением объемов, которые мы знали уже заранее, то есть началась работа у нас еще летом по переоборудованию емкостей. Вваривали специальную систему обогрева паром, чтобы при сливе не возникало проблем с замерзанием, с загустеванием нефти, вот этого нефтепродукта темного. На сегодняшний день у нас переоборудовано достаточное количество емкостей под эту перевозку, то есть планируем работу по вывозке, по завозу темных нефтепродуктов, в принципе без сбоев, на уровне плана. Если с Наккинским и другими северными направлениями особых проблем не было, то на другом, не менее важном объекте дорожникам пришлось попотеть. Усть-Кутский зимник – единственная дорога, связывающая регион с большой землей. Поддалась дорожникам не сразу. А вот Усть-Кутское направление, оно началось чуть позже, из-за того, что были температуры недостаточные для того, чтобы можно было работать. Ранее мы выходили 3-4 ноября, легкая колонна сейчас вышла 15-го, то есть вот какой был сдвиг. Тяжелая колонна выходила 15-14 ноября ежегодно, в этом году она вышла 21-го. То есть вот сбои здесь происходят из-за погодных условий. Начало зимних грузоперевозок – традиционно горячая пора и для дорожников, и для автомобилистов. Благоприятными для движения тяжелых автопоездов зимней трассы становятся, когда температура воздуха стабильно низкая. При ней и провалов не бывает, и само дорожное полотно укатано. Если брать в декабре, в Усть-Кутске зимник, то бывает, конечно, что МОАТ не полностью справляется. Получается, нет где-то подсыпки на подъемах. Ну и так же, ну и не везде как бы вот этот снег накатанный. Ну а весной, ну весна там на Усть-Кутском, если зимний, опять же говорить, то весна раньше приходит, здесь похолоднее, а там уже как бы наскоржено. Ну, скользота и как бы есть косогоры, машину стаскивает. А благоприятно, мне кажется, это январь, февраль и начало марта. С открытием зимников работа для Мирненского управления автомобильных дорог не заканчивается. Нужно на всем протяжении трасс поддерживать качество дорожного полотна, контролировать его состояние при смене погоды. Пропускная способность Усть-Кутской трассы – 150 автомобилей в сутки. По факту, эта цифра в 7 раз превышает норму. Благоприятный для проезда период. По ней может пройти до тысячи грудовых автомобилей. Отслеживать состояние дороги помогает служба безопасности движения и, конечно, сами водители. Конечно, у нас работают службы безопасности движения, они же смотрят и ездят, так же дежурят, выезжают на трассу. И мы как бы им сообщаем, что так плохо, здесь плохо. Они, конечно, выходят на руководство МОАДу и там уже дело за МОАДом стоит. Ну, в общем-то, справляются, конечно, если где-то есть провалы, то они, конечно, убирают, делают. Первый рейс на Усть-Кут всегда сложный. 824 километра еще не обкатанной дороги. Практически вслед за колоннами тяжелой техники МОАДА. Первыми выходят самые опытные водители и подготовленные автомобили. Так было всегда. Отсюда планируем забирать порожные контейнера Сленского отделения МТС по заявке. Для получения там в Усть-Куте уже пяти машин наших тягачей по Тихперу забираем отсюда еще наши пять полуприцепов, дабы оттуда полноценный автопоезд смог груженный выполнять рейс. Там порядка 300-350 тонн различного груза, в основном тех груз, там и противопожарное оборудование, там и труба, какие-то стройматериалы. То есть это все будем забирать сейчас в декабре. Всего по зимникам до начала следующей навигации планируется перевезти около 95 тысяч тонн грузов. Общий план перевозок за зимний сезон составляет 104 219 тонн. Это на 18 тысяч больше грузов, чем в прошлом году, и на 16,5 больше фактически перевезенных за позапрошлый сезон. За время съемки специального репортажа произошли изменения в сроках сдачи Усть-Кутского зимника. 16 декабря на него выехала комиссия по приемке. Возможно, к дате выхода передачи в эфир первые автомобили будут уже в пути. Грузоперевозки по зимним дорогам стартовали. Для дорожников и транспортников началась горячая пора. Редактор субтитров А.Семкин